Генпрокуратуре снова отказали. Регламентный комитет парламента сегодня не поддержал уже вторую подряд просьбу ГПУ снять неприкосновенность с народного депутата. На этот раз речь идет об Олесе Довгом. В комитете заявили, что обвинения в адрес коллеги оказались недостаточно обоснованными. За баталиями наблюдали наши корреспонденты. Второй в списке ГПУ на снятие неприкосновенности Олесь Довгий. Обвинения в его адрес датируются периодом с 2007 по 2009 годы. Когда народный депутат занимал должность секретаря Киевсовета и связаны с выделением земельных участков. Это дело про земельные махинации, которые привели к потрате киевской громады и колоссальной колькости земли. Завданные сбытки на основе нормативной грошевой оценки, это не рынковая вартисть, это нормативная грошевая оценка, сяга 81,7 миллиона гривен. Экспертиза на точную вартисть земли сейчас и бывает. Обвинения в свой адрес Олесь Довгий называет абсурдными. При этом нардеп не против лишиться депутатской неприкосновенности. Более того, во время заседания регламентного комитета парламента он сам выступил с такой инициативой. Поддержите назначенные подания и дайте возможность мне раз и назавжди поставить крапку на этих спекуляциях в судовом порядке. Выслушав обе стороны, нардепы нашли существенные недостатки в материалах ГПУ и единогласно проголосовали против снятия иммунитета с Довгого. Свои выводы комитет передал спикеру парламента. А лишать ли иммунитета Олеся Довгого будет теперь решать Верховная Рада. Сам же нардеп действия Генпрокуратуры называет местью за конфликт между Луценкой и Черновецким в 2008-м после заседания СНБО. Тогда у политиков дело дошло до драки. Адвокат Довгого обвинения прокуратуры называет беспочвенными и считает, что дело бесперспективное. Это архи-незаконно. Я, как правозахисник, как адвокат, я не вижу судовой перспективы для этой криминальной справки. Почему? Потому что решение принимала Киевская Минская Рада, а не Олесь Довгий. Решение подписывал Черновецкий, а не Олесь Довгий. Завтра в регламентном комитете парламента рассмотрение очередного представления ГПУ. На повестке остаются еще три нардепа.